Вечер в хату, смертник. Что? Как ты выжил, чёрт тебя побери! Это уже не важно. Важнее то, что это твои последние несколько секунд в жизни. Я прошу, нет! В такие моменты они все раскрываются, и ты видишь их истинную сущность. Эй, йоу, всем привет! С вами я, Рома, и это уже девятая серия рубрики «Путь до лидера ФСБ». Это рубрика, в которой мы с вами вместе стараемся стать лидером ФСБ и успешно отстоять срок. А играю я на сервере BlackRush, и ты можешь скачать игру именно по моей ссылке в описании. Это самая актуальная версия игры без вирусов и багов. Залетай на одиннадцатый сервер Индиго, и при регистрации на этом сервере вводи мой ник «Роман Виндета» и один из лучших промокодов на сервере «Хэштег Виндета». За всё это ты получишь 15 тысяч рублей и поможешь и себе, и мне. Желаю вам приятного просмотра, и мы начинаем. Погнали! Вам всем было интересно, что же случится дальше в связи с этой ситуацией ФСБ. А дальше произошли очень интересные события. На следующий же день, как ни странно, лидера ФСБ Костю Дейли сняли, а вместе и с ним и весь старший состав. Зобнину было нечего терять, и естественно, он не упустил возможности кикнуть меня из ФСБ, конечно же, без причины. После чего на форуме открылись заявки на нового лидера ФСБ, на которого я, к сожалению, в этот раз подавать не стал, так как конкретно в ту неделю я бы просто не смог стоять лидерку из-за времени, да и в целом я ещё к ней не был готов. Но Зобнин, как и ожидалось, подал заявку и встал на пост лидера ФСБ, и таким образом, самый главный противник меня теперь стоит на лидерке в той фракции, где мы с вами собираемся как раз-таки стать лидером. Казалось бы, меня снова опрокинули, и нужно начинать всё сначала, но на самом деле всё намного проще. Заходим на форум в ГИБДД, и сейчас я буду подавать заявку на восстановление на третье звание в ГИБДД. Скриним статистику с таймом, и дальше ещё и заливаю в отчёт скрины статистики на момент пребывания во фракции, и скрины, подтверждающие уход по собственному желанию. И мою заявку успешно одобряют, осталось дождаться старших и приехать в ГИБДД на восстановление. Можно восстановиться, отчёт номер 86. Да, подъезжайте в отдел. Чудненько, погнали. Всё, меня восстановили на третье звание в ГИБДД, и теперь я могу снова подать заявление на перевод ФСБ, но, наверное, всем очевидно, что пока в этом нет никакого смысла. Сейчас я буду повышать ранг именно в ГИБДД, получше изучим с вами эту фракцию, будем ловить преступников, и будет также очень интересно. Потом уже, когда мы с вами дорастём ранг так до шестого, можно будет уже идти и ФСБ, и даже пробовать подавать заявку на лидерку. В ГИБДД сейчас очень простая система повышения, и для повышения на четвёртый ранг нам нужно пропатрулировать Арзамас 20 минут, подежурить на любом посту также 20 минут, и побывать на одной тренировке и лекции. И согласитесь, это очень просто. Зашёл в игру, и тут сразу строй, глядишь, пункты лекции и тренировок мы с вами закроем прямо сейчас. И да, нам провели одну лекцию и сразу две тренировки, а ещё, что нам в плюс, мы выполнили РП-задание от старшего состава, а именно помыли полы в здании ГИБДД, что нам пригодится для отчёта уже на пятое звание. Кстати, я не успел тогда оценить перед уходом с ГИБДД, что с третьего ранга нам открывается новая фракционная машина Джетта ППС, которую хотят иметь в своём наличии 99% игроков на сервере, ну конечно только в своём распоряжении, а не в какой-то фракции, и выбить её можно, насколько я знаю, только в автокейсах. Я приехал на пост Южный, и теперь нам нужно тут дежурить 20 минут, и после этого для повышения нам останется только пропатрулировать Арзамас. Представляю вам типичную ситуацию, два типа подошли пожаловаться ДПСнику. Он маньяк. Конечно. Хотел завести в лес. Ну вас к чёрту, ребята, я пошёл дежурить. Хороший скриншот получился для отчёта, как считаете? Заканчиваем стоять пост Южный 20 минут из 20, а уже дальше мы с Аркадием поехали на патруль в Арзамас. Всё, хп мне снёс, вот так и катайся потом без оружия на патруле. Попытка номер 2. На этот раз поедем на F-90, вот это я понимаю вещь. Начал патруль в городе Арзамас с напарником, его жетон 8-1-8, 0 минут из 20. Миссия снова провалена, хотя релок и дело в шляпе. Ещё несколько минут, и можно уже будет подавать отчёт на четвёртое звание. Закончил патруль города Арзамас с напарником, его жетон 8-1-8, 20 минут из 20. И заливаем отчёт. Всё, осталось дождаться повышения, и четвёртый ранг это уже хотя бы не печенька, что для нас пока достижение конкретно в этой рубрике. После патруля мы с Богданом полетели в ГИБДД. Тут лидер, кстати, по-прежнему Михаил, проводил строй. Была лекция, и потом МПшка на столице, где я угадал мысли Миши два раза и забрал деньги. Дальше снова РПшка. На этот раз мы поливали цветы, и нам с Лео дали ещё денег за хорошую отыгровку. Что ж, очень приятно. Хоть у меня и есть две РПшки с составом в запасе, я решил попросить задание именно у лидера. И он мне сказал помыть окна в джете. Что ж, берём джету и погнали её всю намывать. Готово. В целом, лёгкая отыгровочка и одно из заданий уже для повышения на пятое звание выполнено. А вот и пришло время повышения. Рапорт на повышение номер 1075. Ваш ранг был повышен до четвёртого, прапорщик полиции. Отлично, это было очень просто, и теперь я выгляжу уже не как печенька. Ой, шо за дядя, шо за дядя. Теперь заходим в биндер и меняем приветствие ещё с времён ФСБ. Здравия желаю, я прапорщик полиции Крипстафер Виндета. Звучит неплохо. А также мы с вами в следующих сериях уже будем конкретно ловить всяких нарушителей, поэтому нам нужна отыгровка открытия мини-КПК, чтобы давать звёзды преступникам правильно. Ведь тут все следят за каждым моим шагом, и поэтому нужно делать всё идеально. А то ведь сольют ещё раз без причины. Да, Зобнин? А на этом уже девятая серия подходит к концу. Если понравилось видео, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал с колокольчиком, чтобы ничего не пропустить, и напиши в комментариях, что ты любишь больше, ОПГ или госфракции. А я с вами не прощаюсь, можете посмотреть предыдущие и будущие серии этой рубрики в конечной заставке. Всем удачи!